Депутат Госдумы Российской Федерации Галина Хованская предлагает изменить правила расприватизации жилья. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Сейчас, согласно Федеральному закону о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации, гражданин может отказаться от недвижимости, которую он бесплатно приватизировал при условии, что жилье является единственным местом постоянного проживания. Кроме того, помещение не должно быть в залоге или под арестом. Получив одобрение своей заявки на расприватизацию, гражданин лишается права собственности и заключает с государством или муниципалитетом договор социального найма помещения. Подробный механизм этого процесса должны устанавливать власти на местах. Галина Хованская предлагает прописать основные, единые для всех, условия расприватизации в Федеральном законе. Так, она предлагает не ограничивать этот процесс по времени. Сейчас действует норма о том, что отказаться от приватизированного помещения можно только до 1 марта 2013 года. Кроме того, в новом законопроекте указано, что отказаться от жилья может только тот, кто изначально его на себя оформил. Под действием нового закона не попадают помещения, приобретенные гражданами в собственность на основании договоров купли-продажи, мены, дарения, ренты, внесения пая в ЖСК, а также унаследованное жилье за исключением принятия в наследство доли приватизированного жилого помещения. Собственники должны постоянно проживать в передаваемом помещении и не обладать другим жильем. Отказники теряют право на повторную бесплатную приватизацию. По мнению директора по развитию группы компании бюллетен недвижимости Вячеслава Кострова, такая мера вполне логична. Есть такое понятие, как долгосрочное определенное закона. То есть человек должен знать, какие обременения ему сулит в будущем его собственность на жилье. Он этого не знает. Поэтому люди дергаются. А если они будут знать, что они могут отказаться от собственности на жилье, это даст некое спокойствие. И с другой стороны, у государства тоже должен быть некий маневр. Возьмем, например, Хрущевки, расселение хрущевских кварталов. Там есть две ситуации. Либо человек живет в государственной квартире, либо в частной квартире. Если, допустим, государство однозначно заявляет о том, что оно знает, как расселять госквартиры, то как расселять частные квартиры по рыночной стоимости непонятно. А если, допустим, все жители хрущевских кварталов имеют возможность заблаговременно отказаться от права собственности на жилье, они превращаются в людей, которым государство по определению обязано предоставить равнаценную жилую площадь. Главная причина, почему собственники должны иметь возможность отказаться от приватизированного жилого помещения, это рост финансовой нагрузки за содержание такой собственности. Так, в скором будущем собственники будут обязаны платить за капитальный ремонт помещений. Кроме того, в 2014-2015 годах будет введен единый налог на недвижимость, который будет рассчитываться из рыночной стоимости жилья. Все эти меры значительно увеличат расходы на содержание жилых помещений, находящихся в собственности. Однако, руководитель справочника «Квартирный вопрос» Ирина Гудкина считает, что решить проблему содержания собственного жилья можно, не прибегая к столь радикальным мерам, как расприватизация. Есть другой путь. Он больше характерен, безусловно, для Запада. Но, с моей точки зрения, он более безопасный и более выгодный. Вы сдаете свою хорошую квартиру за такие деньги, которые позволят вам, первое, содержать ее, второе, снимать квартиру поменьше для себя. Ну, и если вам нужно, это совсем хорошо, да, у вас еще будут оставаться какие-то деньги на жизнь. Ну, если что-то случится, и у вас эту квартиру больше не будут снимать, там, кризис какой-то произойдет, вы всегда можете въехать в нее обратно и, опять же, выбирать между двумя путями. Вы можете пустить жильцов в освободившиеся комнаты. Все зависит от вашего темперамента, от вашего образа жизни и от ваших предпочтений. Вот такой будет, с моей точки зрения, более выгодный, безопасный и более перспективный, с точки зрения будущего. Однозначно оценить инициативу Галины Хованской трудно. С одной стороны, установление четких правил игры – это хорошо. Особенно, когда речь идет об очень большом количестве людей, на которых эти правила распространяются. С другой стороны, по мнению заместителя генерального директора агентства недвижимости «Бекар» Леонида Сандалова, пока не ясно, что люди от этого выиграют. Сегодня случаи расприватизации очень редки. Отказываются от собственности в основном те, кто хочет меньше платить за квартиру, или те, кто поссорился с родственниками и не желает, чтобы они унаследовали недвижимость. Однако, в любом случае очевидно, что все перечисленные нагрузки на собственников жилья будут расти, а значит, вырастет число тех, для кого эти нагрузки слишком велики. Так что отказываться от права собственности на жилье станут чаще.